День добрый, дорогие друзья, в эфире программы «Семейные докторы». Я приветствую вас. И как мы с вами и договаривались, сегодня у нас с вами час эфира. То есть вот наш сегодняшний эфир посвящен вашим вопросам. Так мы договорились с вами в прошлой передаче, посему сегодня ваши вопросы. Я напомню, телефон прямого эфира 727 1249, это телефон прямого эфира, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. 727 1249. Ну, а я для того, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, сейчас начну сразу отвечать на те вопросы, которые пришли по телефону и по интернету. Дочь 28 лет. Принимает скипидарные эмульсии. Температура 37. В температуру ванной. Принимает скипидарные ванны и температуру после ванны, видимо, 37. Поднимает температуру, когда выходит из ванной, то ей холодно. А температура тела ниже, понижается. Что можно сделать? Вы знаете, что ничего особо делать не нужно. Здесь нужно просто продолжать в ванной. Это, должен вам сказать, что это не самый плохой признак понижения температуры. Потому что давно замечено, я сейчас, может быть, скажу не очень, не очень такую научную вещь. Замечен, что при некоторых оздоровительных программах, например, тогда, когда люди проводят программу с тренажером Фролова, Владимира Фролова. Это не самоздрав, а это вот так вот тренажер Фролова называется, дыхательный. То у них через где-то полгода после работы с тренажером, обязательно, понимаю, понижается температура тела. Причем понижается, как правило, где-то до 35 градусов. Это совсем неплохой признак в силу того, что понижение температуры, это свидетельство такой своеобразной нормализации процессов, связанных с обменом, с метаболизмом нашим, с клеточным обменом. И как раз соответствующей природе этого человека. Вот это надо для себя, как бы, понимать. И принимать. Потому что это даже хорошо, по той простой причине, что при такой температуре 35-35 с небольшим, все процессы жизнеобеспечивающие внутри нашего организма, они идут медленнее. И человек стареет медленнее. Его, как бы, биологический возраст сохраняется дольше. Поэтому вот эту ситуацию, ну, по крайней мере, если исходить из той информации, которая есть у меня, надо рассматривать, как такой процесс нормализации внутреннего состояния организма вот этого человека, которому всего лишь 28 лет. Это вполне возможно. Так что я бы советовал просто продолжать в ванной. Алло, я слушаю телефонный звонок. Алло. 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 Да-да. Я слушаю вас. Алло. Алло, я слушаю вас. Антолий Тимович. Да-да. Я слушаю вас. Я звоню у Слыхстанова. Так. У меня рассеянный склероз. Так. Вопрос. Что мне поможете? С чем заниматься, начинать не лечиться? Простите, ваше имя отчество? Людмила Григорьевна. Людмила Григорьевна. Я уже вот в последний месяц, наверное, отвечаю таким образом. Я пока никаких рекомендаций давать не буду. По той простой причине, что я очень хорошо знаю, что это за процесс. И там нужно либо, так сказать, вот такой вот очный контакт. А заочно люди очень пугаются, потому что при рассеянном склерозе. Потому что начинаются обострения, а без обострения здесь не обойдешься. И, соответственно, это страшно пугает людей. Я вас очень прошу. Пожалуйста, дайте мне буквально месяц-полтора еще нужно для того, чтобы, ну вот, закончить ту проверку материалов, которые у меня есть связанные с рассеянным склерозом. С тем, чтобы постараться свести вот все эти неприятности к минимуму. И я обещал, что вот месяца через полтора-два я начну говорить о рассеянном склерозе. Вот я только так могу, так сказать, ответить и исхожу я только из ваших интересов, а не из моих. Понятно? Вы уж извините, пожалуйста. Что можно сделать? И поэтому, так сказать, вот по поводу температуры и ванны, мне кажется, ничего не нужно делать. Нужно просто спокойно продолжать ванну. Только после ванны нужно как следует укрываться. Обязательно как следует укрываться. И для того, чтобы не возникало вот такого озноба вдруг, ну, бывает такое. Можно тогда, когда вы легли в постель и укрылись, как следует тепло. Помните, мы все время с вами говорим, что из ванны надо выходить, не обмываясь. Сразу брать, одевать какое-нибудь старое белье, ну, для того, чтобы не испачкать. Потому что эмульсия же на теле остается. Вот сразу в постель, сразу под одеяло. Потому что под. И можно в некоторых ситуациях для того, чтобы добиться более устойчивого температурного эффекта, можно под одеяло направить фен. Естественно, его, так сказать, ну, как бы внешняя тыльная часть фена должна быть наружи. А сам наконечник направить под одеяло. Таким образом, подняв под одеялом эту самую температуру и дать, вот, как бы, создать условия, при которых вот этот температурный эффект будет более устойчив. Я принимала и влоксин, и уже три месяца, но гемоглобин не поднимается. Обратите внимание производителей, это просьба ко мне такая, обратите внимание производителей, что гемоглобин не поднимается. Я не знаю, кто дал этот ответ, то есть вопрос, но я никогда в жизни не говорил о том, что и влоксин поднимает гемоглобин. Кто это сказал? Понимаете, и влоксин никогда этого не делал. Я довольно часто говорил о том, что в и влоксине основу этой пищевой добавки составляет кора ивы, кора ивы, а в коре ивы, значит, ивы в локсине, содержится очень большое количество аспириноподобных соединений, да, ацетилсалициловых кислотных вот этих вот комплексов, аспириноподобных соединений. Эффект этих соединений заключается в том, что ивлоксин является очень хорошим противовоспалительным препаратом, если хотите. Он помогает организму справиться с достаточно серьёзными воспалительными процессами, причём это и на уровне желудочно-кишечного тракта, то есть это всевозможные панкреатиты, воспалительные процессы, последствия желудочно-кишечного тракта, это гинекологические проблемы, связанные с воспалительными процессами, урологические, скажем, у мужчин. А вот по поводу гемоглобина, простите, ради бога, никогда в жизни не говорил. И производитель прекрасно это знает. Когда речь шла о гемоглобине, я говорил не об эвлоксине, а есть такая пищевая добавка, это по сути нативная икра морского ежа, то есть чистая, природная чистая икра морского ежа. И эта пищевая добавка называется Энерголам Плюс. Энерголам или Энерголам Плюс. Вот как раз эта пищевая добавка, усилие которой, она тоже не является каким-либо, так сказать, таким вот лекарством, да, общепринятым, терапевтическим средством. Нет. Ни одна пищевая добавка не должна являться терапевтическим средством. Пищевая добавка служит для того, чтобы создать условия внутри организма и помочь организму справиться с той задачей, которая перед ним стоит. Понимаете? Так вот, Энерголам, действие которого, так сказать, ну, тот биологический комплекс, который заложен в икре морского ежа, способствует развитию нормализации отношений в основных структурах нашего организма, скажем, репродуктивное, кроветворение, системах кроветворения. И именно поэтому он-то и оказывает вот это вот действие, связанное и с повышением и нормализацией гемоглобина, и так далее. Энерголам. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Казахстана. Да, да. В 99-м году перенесла операцию на молочную железу. Стадия была нулевая. Два раза в год стационария обследовалась, и в 2003-м году обнаружили метастазы подмышечных и надключенных лимфоузлах. Приняла 12 курсов химиотерапии, и в 2005-м году у профессора Филипенко мне сказали, что метастазы в печени и воротах печени, а также увеличение лимфоузлов от 6 до 6,7 сантиметров. Ну, пью репешок, шиповник, лещину, цифорий, зеробои, принимает одекамп. Отечность спала, но боли у меня в позвоночнике и тазобедренном суставе справа. Вот недавно прочитала в ДОЖИ, можно ли грибную тройчатку? Грибная тройчатка? Спасибо. Алло, 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 простите, вы слышите меня? Алло. Да, да, я слышу. Простите, а что такое грибная тройчатка? Я в ДОЖИ прочитала, что одному человеку, вот именно с моим диагнозом, вот этот, по поводу вот этого вот метастаза в печени, одному мужчине помогло. Что, что? Это там в сборе три каких-то гриба. Каких? Ой. Какие-то грибы, вот я сейчас забыла, я взяла. Я прошу прощения, тогда я не могу ответить вам на вопрос. Понимаете, да? Это... Вопрос очень серьезный, простите, ваше имя отчество. Сюда иди. Сейчас, секундочку, тогда подождите меня. Как вас зовут? Ага, секундочку, минуточку. Как вас зовут? Я вам объясню, что там написано. Как вас зовут? Вот, грибная тройчатка, значит, она состоит из трех грибов. Так. Да. И шиитаки. А шиитаки, что еще? Так. Миитаки, еще что? Миитаки, да. И еще какое-то... Так, вы знаете, что... Я понял, простите, ваше имя отчество, можете мне сказать? Меня Фаина Федоровна зовут. А, вот, Миитаки, рейши и шиитаки. Да. Фаина Федоровна, это известные грибы, они, так сказать, как японского происхождения. Субстраты, продукты, приготовленные из этих грибов, они являются такими очень мощными и мощными. Иммуномодуляторами и иммуностимуляторами, вот, стимуляторами в большей степени. Поэтому я, честно сказать, думаю, что эта тройчатка грибная должна работать избирательно. Я бы не называл вот эту смесь грибную таким уж вот средством, который годен для всех. Мне думается, что для того, чтобы принимать эту тройчатку грибную, нужно обязательно проконсультировать действие ее, действие в вашей ситуации. Особенно тогда, когда уже, так сказать, захвачена печень. Вы знаете, я, пожалуй, позволю себе открыть некоторую информацию, которая связана с нашей программой. Вот за последние полгода, я сейчас говорю только о верифицированных случаях, процессы, связанные с метастазами, с развитием онкологического процесса, в том числе с метастазами даже в печени, люди проходили вот ту программу, которую я рассказываю, так сказать, вот базовая программа, и получали очень хорошие результаты, вплоть до абсолютно отрицательных врачебных результатов врачебного исследования, включая и томографию, и прочее. Понимаете, поэтому, так сказать, но мы не используем такого рода, и я, так сказать, не советую использовать такого рода, тут должен человек сам принять решение, как вот эта вот тройчатка грибная, потому что, еще раз повторяю, что эта грибная тройчатка может оказать совершенно другое действие, чем то, на которое она рассчитывается. Поэтому я бы очень советовал вам тедикамп, известная вещь, достаточно серьезная. И мне кажется, что надо продолжать тедикамп, но в силу того, что тедикамп не противоречит, насколько я знаю, это, так сказать, никаким более лекарственным препаратом, то я бы вам очень советовал тедикамп сочетать, тем более, что это достаточно серьезно сочетается, с пищевой добавкой, которая называется ФИТОМИКС. ФИТОМИКС-40. Это препарат растительный, созданный на, так сказать, Каширском шоссе, в онкоцентре имени Блохина, с сотрудниками онкоцентра имени Блохина. В него входят достаточно серьезные, вот он, да, вот сейчас он, так сказать, за мной его видно. Значит, в него входит достаточно такой серьезный набор трав, поддельных как бы на две части. С одной стороны, адаптогены, с другой стороны, цитостатики, то есть те растения, которые не дают развиваться онкологическим клеткам, раковым клеткам. Там, скажем, чистотел, березовые почки, чага, еще, ну, так сказать, целый комплекс, там порядка 20 с лишним трав. А вот в этой адаптогенной части, там элеоторокок, там золотой корень, то есть вот то, что составляет, ну, как бы поддерживает наш организм, дает ему некую базу, устойчивость. И вот мы, так сказать, в этих программах использовали как раз ФИТОМИКС-40. Все программы строились на этой, на вот этом экстракте, на этом сборе трав. Дело все в том, что он тоже имеет отношение к нашей иммунной системе, как и шиитаки, миитаки и рейши. Понимаете, это все оно так, на самом деле. Только ФИТОМИК-40 не есть стимулятор. Это онкоиммуномодулятор. Вот он имеет такой вот стимул. То есть он как бы помогает организму организовать защиту, настроить иммунную систему на борьбу вот с тем, что, так сказать, у нас стало развиваться. И мне кажется, что вот сочетание этой декампы и ФИТОМИКСа может дать совершенно неожиданный эффект. Естественно, делать нужно, ну, хотя бы изредка наблюдаться у врача и, так сказать, консультироваться по этому поводу. Это, безусловно, нужно делать. Тут нужно только для себя четко совершенно понять, что прием ФИТОМИКСа-40 в сочетании с тедикампом должен обязательно быть сопровожден двумя вещами. Во-первых, тедикамп принимается всегда после ФИТОМИКСа-40 и разрыв должен быть не меньше часа. Не меньше часа между приемом ФИТОМИКСа и приемом тедикампа. Это первое. Второе. Обязательно хотя бы одноразово в день, одноразово в день, на ночь, нужно принимать одну дозу сорбента, обычного сорбента. Почему? Потому что и тедикамп в какой-то степени, а ФИТОМИКС точно, способствует распаду онкологических образований. И, так сказать, вот продукты этого распада, они должны удаляться, и продукты жизнедеятельности опухоли самой, должны удаляться из организма обязательно, дабы не создать условия для более быстрого развития. Поэтому на ночь, на ночь, в самом последнем, прямо перед сном, принимается сорбент. Одна разовая доза. Вот эти вот два условия. И еще одно условие есть достаточно серьезное. И, так сказать, это вот условие, которое сегодня достаточно серьезно обсуждается. Это прием вместе с тедикампом или ФИТОМИКСом, опять с тем же самым промежутком времени, не вместе объединяется, с промежутком времени. Например, хотя бы лецитина. То есть фосфолипидных фракций, жировых фракций, которые вам тоже в этой ситуации нужны. Вот я бы, так сказать, поступил в вашей ситуации так, подумал, вернее, вот о таком процессе. А вот с грибами не торопился бы. Алло, алло, я слушаю телефонный звонок. Анатолий Ефимович. Да, да. Алло, Анатолий Ефимович. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Здравствуйте. Я в Кемеровской области. Да, да, да. Город Мариинск. Да. Я вам звонила, у меня деформирующий артроз. Да. Вы говорили, через три недели займетесь. Я получила уже ваши брошюрки, но я там о деформирующем артрозе ничего не прочитала. Как мне лечиться? Простите, ваше имя отчество. Я еще не начинала лечиться. Как ваше имя отчество? Прасковья Капитоновна. Прасковья Капитоновна, вы хорошо меня слышите? Я хорошо. Прасковья Капитоновна, а когда я говорил о том, что мы с вами занимаемся лечением вот всех тех 30 тысяч болезней, каждой в отдельности? Нет, вы говорили, видимо, что о деформирующем артрозе будете говорить. Никогда я этого не говорил. Я сказал, что я буду говорить о проблемах, связанных с опорно-двигательным аппаратом. А вот деформирующий артроз – это одно из заболеваний опорно-двигательного аппарата. Понимаете? Потому что лечить артроз и при этом забыть о том, что больна ни коленка, ни тазобедренный сустав. Понимаете? И ни плечо. А больна соединительная ткань и весь организм целиком. Вот об этом-то как раз я и говорю. О том, что вот такой подход к лечению. Почему я и позволяю себе сказать, что ничего не лечу. Лечить может только организм сам. А помогать ему должен человек. И программа, которую вы получили, понимаете, это программа базовая. Это программа, по которой вы можете начинать уже все делать. Все. Вот, скажем, сегодня у нас проходит передача, связанная с ответами на вопросы. Я-то все-таки думал, что мы в большей степени будем говорить все-таки про суставные проблемы. В том числе, наверное, возможно, говорили бы и про деформирующий артроз. Вот. Ну, так вот, получается, что мы, так сказать, по всему на свете разговариваем. Поэтому давайте мы договоримся так. Программу по опорно-двигательному аппарату я продолжу в следующий раз обязательно. Вы обязательно ее получите конкретно по опорно-двигательному аппарату. А вот сейчас нашей телезрительнице я бы посоветовал просто начинать базовую программу. Входить в этот режим. Пить воду, начинать сорбента принимать и так далее. И все. Алло, я слушаю звонок. Алло. Да. Алло. Да, 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 я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Ефимович. Да, да. Я звоню вам с Якутии. Да. Хотела бы спросить, у меня муж страдает заболеванием сареаз. Да. Есть ли какие-нибудь сейчас лекарства, чтобы можно было как-то излечиться или хотя бы немножечко погасить вот эту вот болезнь? Сколько... Простите, как вас зовут? Меня зовут Лидия Александровна. Лидия Александровна, вы давно смотрите эту программу? Да нет, вот как-то уже получилось так, что вторую передачу мы вас смотрим. Лидия Александровна, дело все в том, что буквально перед этим циклом, связанным с суставами, мы прошли весь цикл по псориазу целиком. Понимаете, потому что это целая программа. К сожалению великому, Лидии Александровне, я не знаю лекарств. И думаю, что об этих лекарств не знает ни один врач, которые бы вылечили псориаз. Нет таких лекарств. И нет таких мазей. И если вам говорят, что вот там бабушка-старушка или дедушка где-то, или профессор такой-то, или академик такой-то, придумал лекарство, которое излечивает псориаз, я прошу прощения, не верьте, это неправда. Потому что от псориаза избавиться можно, и убрать их можно. И я имею наглость все время показывать свои собственные руки, вот они, которые были все изъедены псориазом, так же как и большая часть тела. Сегодня следа от этого всего хозяйства не осталось. Это программа, программа на год, которую ваш супруг должен выполнить всю. Получить где ее можно? Ну, я уже, так сказать, говорил о том, что вот существует, скажем, программа вот на этом сайте, вот сейчас, может быть, так сказать, вы увидите, www.sam-seb-doctor.narod.ru Там, в принципе, эта программа вся изложена. Это сайт в СГУ, современной гуманитарной академии по поводу нашей программы «Семейный доктор». Но можно еще позвонить по телефону 514-44-23-1 телефон и 369-13-85. Другой телефон 514-44-23 и 369-13-85. Это в Москве и вам постараются выслать, так сказать, вот эти вот брошюрки базисной программы, которая, в принципе, лежит в основе псориатической программы. Я обещал людям, я обещал вам с начала вот этого сезона о том, что совместно с Современной гуманитарной академией мы издадим вот эти вот две программки, связанные с лечением и с освобождением от псориаза и программкой по проблемам, связанным с опорно-двигательным аппаратом, суставным проблемам. И я так полагаю, недельки через 2-3 с Божьей помощью и с помощью Современной гуманитарной академии мы это сделаем. Вот эти брошюрки издадим, так что, наверное, через неделю я вам сообщу, куда нужно будет позвонить, чтобы оставить там, скажем, заявку или заказ или как-то, вот на такого рода программу. И времени не так много, я очень хотел бы ответить на один вопрос, который очень важен для многих. Полифитем принимал ребёнок 7 лет. От чайной ложки появилась крапивница. И можно ли принимать фитомикс и сколько, потому что он на спирту? Во-первых, фитомикс просто так, просто в силу того, что вам захотелось принимать, чтобы ребёнок принимал фитомикс, почему-то, не знаю почему. Почему? Принимать нельзя. Это очень серьёзный препарат, обладающий очень серьёзным, таким тонизирующим действием. Я вот только что говорил о том, что, в принципе, этот препарат рассчитан на поддержку онкобольных. Понимаете? И вот так вот просто потому, что вам почему-то захотелось принимать, не нужно. Да, он серьёзно очень помогает во многих случаях. В случаях респираторных заболеваний он помогает при воспалительных процессах всевозможных. Да, он является очень хорошим иммуномодулятором не только для онкобольных, но и для, так сказать, людей, скажем, со штатными проблемами, в том числе и для детей. Но всё-таки хотелось бы понимать, зачем нужен фитомикс. И если фитомикс ребёнку 7 лет, то, в принципе, фитомикс 7 лет можно уже принимать так, как указано, по 3 чайных ложки с водой 3 раза в день. Ребёнку можно сократить эту дозу до 2 чайных ложек на начале приёма. Но опять надо понимать, зачем это нужно. Я прошу прощения, здесь мне не очень понятно. Что касается полифита М, вы знаете, что полифит М гипоаллергенен. Причём то, что он не вызывает никаких реакций, тяжёлых, болезненных реакций, даже у аллергиков, вот он, полифит М, это вот масло, приготовленное на 21 живой траве. Понимаете, то, что он не вызывает никаких аллергических реакций, даже у аллергиков, это известно давно, и уже проверено неоднократно. Поэтому вот эта крапивница, да, от чайной ложки появилась крапивница. Дело всё в том, что крапивница – это не есть проявление аллергии, или только аллергии. Крапивница может быть проявлением и, скажем, очень глубокой интоксикации. Крапивница – выброс на кожу. А довольно часто такие явления возникают тогда, когда люди проходят эту программу. Бывает и, так сказать, выбросом, связанным с состоянием печени, с состоянием желудочно-кишечного тракта. Такого рода выбросы бывают тогда, когда существует или предполагается даже, такая ситуация, на которую зачастую врачи не обращают внимания, связанная с состоянием почек, с недостаточностью почек, такой формирующейся в начальной стадии. Хорошо бы проверить это всё. А вовсе не аллергическая реакция. Так вот, я сильно предполагаю, что полифит-М в этой ситуации вызвал не аллергическую реакцию, как, мне кажется, подумали родители, а как раз вот такой вот токсический выброс на кожу. Потому что ребёнок организма всё-таки, вернее, организм ребёнка всё-таки вещь не такая устойчивая и твёрдая, как у взрослого, да ещё у ребёнка семилетнего, которому только 7 лет. Он ещё только-только-только начинает, даже ещё и не сформировался, как следует, только формируется. Поэтому всё внутри лобильно, подвижно, и, так сказать, организм совсем не заинтересован в том, чтобы внутри него организовывались какие-то там, скажем, токсические слои. Да, и вот такой вот выброс через кожу, в силу проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом, с почками, с дыхать, с лёгкими, возможно. Не могу сказать здесь ничего конкретнее. Но это не аллергическая реакция. Проверить эту ситуацию можно очень просто. Вы берёте капельку полифита-М и втираете его, либо вот в эту часть, просто вот так вот аккуратненько втереть, эту капельку масла. Или вот здесь вот за ухом, вот бугорки костные здесь. Вот здесь вот втереть его. Буквально капельку, совсем, совсем немножко. И вы, так сказать, посмотрите по реакции здесь и здесь. Вот будет здесь некое воспаление, такой выброс. Да, это аллерген. Да, это аллергическая реакция. Если нет, не будет воспаления. Это не аллергическая реакция. А вашему ребёнку, вам бы я посоветовал сейчас ребёнка хорошенько почистить. Ну, хотя бы сорбентами. То есть, хотя бы два раза по семь дней, с семидневным перерывом, я бы, так сказать, ну, вашему ребёнку предложил попринимать сорбенты. Обязательно. Это может быть, кстати сказать, энтеросгель, литовит детям очень хорошо подходит. Очень хороший токсвайтер, фитосорбовит травяные сорбенты. Я так полагаю, что это было бы самое-самое лучшее. У меня остаётся ровно одна минута от нашего сегодняшнего времени. Мы продолжим уже, так сказать, описать, но часть программы, связанную с суставными проблемами, в следующей передаче. Вернёмся к нашим... Вот только на один вопрос я постараюсь ответить достаточно из того, что есть, потому что, там, скажем, как лечить гипертариоз и экзофтальм. Это очень долго, я не успею рассказать. Аллергия. От чего бывает? Как определить, на что реакция? Я думаю, что с этим вопросом надо просто пойти к своему аллергологу, и вы прекрасно с ним всё сделаете. Понимаете? Совет, рекомендация при лечении язва желудка. Вот я на этот вопрос отвечу, и то наполовину. Понимаете? Потому что состояние желудочно-кишечного тракта и состояние желудка невероятно зависит от питания, которым вы пользуетесь. Ну, а для того, чтобы быть абсолютно конкретным, помните, Нобелевскую премию в этом году дали двум учёным австралийским, хотя открытие было сделано российским учёным, за открытие бактерии Helicobacter. Именно она оказывается виновница многих проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом. А решает эти, помогает нам решить эти проблемы Полифит-М. Друзья мои, моё время закончилось. Поэтому до встречи через неделю. Всего вам доброго, удачи и здоровья. Желает вам программа «Помоги себе сам» и «Современная гуманитарная академия». Продолжение следует...